Девушки отдыхают Обезьяноподобного создания в человека Мы исследуем секреты наших предков Оглядываемся на миллионы лет назад Это история битвы за выживание Наш вид чуть не исчез Эта борьба заставила одно животное подняться над всеми остальными Это наша история История происхождения человека Голая наука Происхождение человека Чтобы узнать о нашем прошлом Надо отправиться в Южную Африку Здесь мы можем проникнуть в тайны прошлого Как у людей возник язык и интеллект Что превратило нас из обычных животных В человека разумного Исследование ведет Ли Бергер Это ученый-детектив, который всю жизнь разыскивает окаменелости наших предков Мы ищем своих предков А не просто предков какого-то животного Мы хотим узнать, откуда мы произошли, кто мы Что делает нас, возможно, самыми уникальными живыми существами на Земле Бергер направляется в пещеры Глейцвелл К западу от Йоханнесбурга Это африканский феномен Все самые важные окаменелости были найдены в Африке В этих пещерах развернулась вся история эволюции человека По окаменелостям, найденным в этих пещерах Палеантропологи, такие как Бергер, восстанавливают наше прошлое Это лучшее свидетельство трех миллионов лет нашей истории От увеличения мозга до владения огнем и изготовления инструментов Вот наша эволюция Такое уникальное свидетельство существует только здесь, в Южной Африке За тысячелетия здесь скопились буквально десятки тысяч костей Среди сотен видов животных, чьи кости лежат в таких пещерах Находятся окаменелости трех наших ранних предков Один из них — наш прямой предок — Гомо сапиенс Он ходил по равнинам Африки 200 тысяч лет назад Однако не он первый продемонстрировал человеческие черты Раскопки в Африке помогли обнаружить еще два вида, для которых они характерны Это рассказ о трех очень разных существах Но у них есть нечто общее Как минимум, один человеческий признак Это не исторический роман Это жестокая кровавая повесть Ведь наш предок — только один из этих существ Остальные затерялись в глубинах веков Итак, вот о ком мы будем говорить Первый — Австралопитекус Афоренсис Он был небольшим, с маленьким мозгом И все же ему принадлежит выдающееся достижение Четыре миллиона лет назад он встал И начал ходить на двух ногах Возможно, этого достаточно, чтобы называться человеком Но что можно сказать о нашем следующем кандидате? Гомоэректус Он появился целых восемь десятых миллиона лет назад Его мозг на треть меньше нашего Но он научился изготавливать инструменты и пользоваться огнем Можно ли считать его человеком? И, наконец, третий вид — ранний гомосабиенс Он жил двести тысяч лет назад Он похож на нас В том числе и размера мозга Но до человеческого поведения ему далеко Прямохождение Размер мозга Поведение Что же делает людей людьми? И почему только один из трех видов В конце концов превратился в человека? Наше исследование начнется с самого старшего Афоренсиса Чем он отличался от других обезьян Что жили в Африке четыре миллиона лет назад? Чтобы ответить на этот вопрос Придется вернуться в 70-е Десятки лет антропологи искали промежуточное звено Останки существа, равнопохожего на человека и обезьяна Ученым казалось, что надо найти останки обезьяны с большим мозгом Эфиопия, 74-й год Ученые нашли коль-что интересное Возраст камней, в которых была окаменелость — 3,2 миллиона лет Когда череп реконструировали, выяснилось Он почти такой же, как у шимпанзе Но таз ископаемого удивил ученых Он оказался очень похож на наш Значит, это существо, как и мы, ходило на двух ногах Это стало откровением Обезьяны и другие млекопитающие могут вставать на задние лапы Но только ненадолго Только люди способны ходить на двух ногах Первое свойство, которое мы искали, — это именно двуногость Ученые 70-х назвали свою находку Австралопитекус афоренсис Но между собой они называли новый вид Люси По названию песни Битлз Афоренсис во многом походил на обезьяну Мозг у него маленький Жил он, полагаясь на инстинкты, а не на интеллект Но способность ходить на двух ногах освобождает руки Позволяет держать предметы и искать хорошую пищу Эта находка подтверждает, а афоренсис ходил на двух ногах, как современные люди Но насколько важно это свойство? Делает ли оно обезьяну человеком? Если бы мы столкнулись с афоренсисом, признали бы мы его человеком или хотя бы дальним предком? Узнать это можно, только возродив это существо В этом нам помогут приемы киноиндустрии Ник Уильямс из студии Шепертон делает реквизит для съемок Питер Эллиот изучает и воплощает в фильмах поведение приматов Гориллы в тумане, его работа Уильямс и Эллиот должны по скелету определить, как же выглядел афоренсис Им поможет профессор Лесли Айелла Она специалист мирового уровня по древней анатомии Мы получаем данные очень мелкими порциями У нас есть 40% скелета Кости, которых не хватает на одной стороне, есть на другой Так что общую картину можно восстановить Кроме того, мы можем представить пропорции тела Афоренсис был меньше современного человека У Уильямса и Эллиота возникли первые проблемы Голова существа меньше, чем у нас А мозг составляет треть от нашего, как у шимпанце Если мне срезать верхнюю часть головы, будет гораздо легче Глазницы окажутся на самом верху головы Судя по костям черепа, челюсть сильно выступала вперед Так мы можем опустить все лицо Нос будет выдаваться вперед Да, это выглядело примерно так Теперь надо все это воспроизвести По анатомическим диаграммам Уильямс воссоздает лицо Афоренсиса Оно наполовину обезьяния Да, здорово Вот так он и выглядел Челюсть Афоренсиса полностью преобразует голову Эллиота Уильямс пытается воспроизвести движение рта древнего существа Затем скелеты с проволоки покрывают искусственной плотью А Елла смотрит, как наш дальний родственник возвращается к жизни Это очень помогает развивать гипотезы о наших предках Нам очень полезно видеть их во плоти Хотя этот облик восстанавливался на основании внешнего вида обезьян Но чего-то здесь не хватает Чтобы Питер Эллиот мог изображать Афоренсиса Нужно знать, как это существо ходило Об этом можно судить по тазу Особое строение таза дает нам возможность стоять прямо Поддерживает наше тело И позволяет передвигаться только на ногах Но ТАСС не дает информации о походке Как же ходил древний человек-обезьяна? Ученые думают, что знают ответ Они получили его благодаря совпадению Три с половиной миллиона лет назад Здесь, на восточно-африканской равнине Лайтоли В современной Танзании Жила группа Афоренсиса Однажды рядом произошло извержение вулкана Все вокруг покрылось тонким слоем пепла Затем здесь прошел дождь И превратил пепел в подобие мокрого цемента После этого два Афоренсиса Возможно, самец и самка Отправились на прогулку Их следы сохранились навечно Они прекрасно видны в мокром пепле Эти следы обнаружили в 76-м году В Университете Южной Калифорнии Нам могут многое рассказать о них Крейг Стэнфорд Специалист по поведению больших обезьян И предков человека Он прекрасно понимает, какую ценность имеют эти следы Следы из Лайтоли Одни из самых важных в истории человечества Наряду с отпечатками ног Нейла Армстрога На Луне Эти следы помогают ученым дополнить облик Афоренсиса Рост его от метра 30 до метра 60 Но это не все Ирония состоит в том, что следы из Лайтоли Возможно, более важны, чем ископаемые кости Ведь они говорят о поведении А самое сложное для нас Восстановить поведение древних животных В том числе и предков человека Эти следы говорят о том, что Афоренсисы Ходили группой или парами Что они знали направление А самое главное, они действительно были двуногими Как другие ранние люди Для Стэнфорда Пятки, подъем и пальцы существа Которые оставило след 3,5 миллиона лет назад Кажутся странно знакомыми Помню, меня поразило возникшее воспоминание Я на пляже и смотрю на следы, которые оставил на песке Кто-то из моих детей 8 или 10 лет Вряд ли кому-то придет в голову Что это следы не человека Четкость и длина шага Афоренсиса Дает информацию о его манере двигаться Это важно для ученых Ведь так же будет двигаться и Элиот Они все время переносили вес и отталкивались пальцами Да, смотрите, какие у них крупные и большие пальцы Они немного переваливались Да, это сразу видно Вот так, шаг за шагом Они переносили вес тела Помня о том, что Афоренсис походил на обезьяну Цвет глаз и кожи Ученые заимствовали у приматов За три часа Элиот превратился в копию своего давнего предка Наконец, он готов к встрече с публикой Как люди отреагируют на человека-обезьяну Который жил 4 миллиона лет назад Когда древние люди начали делать простейшие орудия труда И что скажут современные мясники Когда испытают древние ножи Им режут вот так Смотрите У каждого из трех этих видов есть человеческие свойства Самый древний Австралопитекус Афоренсис Жил почти 4 миллиона лет назад Но можно ли считать его человеком? Он ходил на двух ногах Достаточно ли этого? Двуногое прямохождение очень важно Это, простите за каламбур, первый шаг на пути к человеку Наших предков от обезьян отличала в тот период времени Именно способность передвигаться на двух ногах Интересно наблюдать, как люди воссоздают Афоренсисы Ведь это основано на научных данных Почти 4 миллиона лет назад Это существо встало на ноги Его руки стали более ловкими Ими нет нужды пользоваться при ходьбе Это существо уже похоже на человека Но насколько Афоренсис являлся человеком? Смогут ли люди на улицах узнать в нем своего далекого предка? Когда Питер Эллиот появляется в центре Лондона В костюме Афоренсиса Афоренсиса движение останавливается Все смотрят на него Вскоре его уже фотографируют Но что это? Желание воссоединиться с потерянным родственником Или вернуть обезьяну в зоопарк? На кого Афоренсис похож больше? На человека или обезьяну? Он похож на обезьяну Да, это обезьяна Туловище, как у обезьяны А лицо похоже на человека Я вспомнила фильмы «Планеты обезьян» и «Кинг-Конг» Мозг Афоренсиса не успел развиться В какое-то подобие нашего мозга Поведение его осталось обезьяньим Он немного похож на человека Насколько может быть похожий обезьяна Афоренсис выглядит и ведет себя не так, как мы Но в чем-то он на нас похож Он слышит хорошо, как и мы Зрение более важно, чем обоняние и ему, и нам И, конечно, он ходит на двух ногах Афоренсис был не похож на всех других животных Ученые считают, что у него были человеческие черты Однако сегодня он воспринимается как обезьяна А не как человек Почему? Афоренсис не говорит Не изготавливает орудий труда Не творит Он мохнат, скорблен И не слишком умен По нашим стандартам Поскольку это существо Нельзя признать человеком Давайте поищем в нашем прошлом Двуногое с большим мозгом Более человеческим обликом И манерами получше Один прото-человек С такими свойствами Гомоэректус В 84-м году была сделана удивительная находка В Кении, в Восточной Африке Антропологи нашли прекрасно сохранившийся скелет На берегах острова Туркана Существо, которому принадлежал скелет Назвали человек прямоходящий Или гомоэректус У него есть одна особенность Огромный череп Его объем более чем в два раза превышает Объем черепа Афоренсиса Он составляет всего две трети От мозга взрослого человека Но этого хватило, чтобы человек прямоходящий Добился очень многого Прошел миллион лет С тех пор, как вымер Афоренсис Гомоэректус ведет другой образ жизни Который оказался очень успешным Афоренсис, как вид, просуществовал миллион лет А человек прямоходящий Как минимум два миллиона Это в 17 раз больше, чем срок существования Гомо-сапиенса И вот что удивительно Гомоэректус не эволюционировал в человека Но ко времени вымирания Его мозг приблизился по размерам к нашему Как же у древнего человека развился такой большой мозг? Ответ на этот вопрос могут дать ученые Палеоантрополог доктор Ли Бергер Снова ищет следы древних существ На этот раз его интересуют не кости А сколы камня, которые говорят о присутствии гомоэректуса Нет момента более важного, чем момент, когда ты впервые видишь инструмент Думаю, один такой день стоит всей моей жизни Эти инструменты человека прямоходящего Начало всех изобретений Используя их, он может разделывать дичь И обогатить свою диету Белок Это своего рода топливо для мозга Протеины способствуют его активному росту Большой мозг – одно из важных человеческих свойств А изготовление орудий труда – движущая сила эволюции За миллион лет до гомоэректуса Австрелопитек мог взять камень, чтобы развить что-нибудь Но размер мозга не позволял ему додуматься до инструментов Ученые знают, что мозг человека прямоходящего был больше Может ли его уровень мышления быть признан человеческим? Ответ можно найти в Институте каменного века в Индиане Здесь профессор Ник Тодд, археолог, изучает инструменты гомоэректуса Он считает, что это лучший способ понять прото-человек Тодд интересует в первую очередь не сами инструменты, а то, как они сделаны Чем лучше мы поймем, как изготавливали и использовали эти инструменты Тем больше мы сможем узнать об эволюции наших предков Профессор Тодд воссоздает способы изготовления инструментов Так он сможет понять, как думало это существо Вначале надо понять, сила или ум нужны для создания инструмента Действия Тодда снимают на камеру Потом изображения цифруют Ученые анализируют процесс кадр за кадром И изучают биомеханику действий После этого можно вычислить, какую силу прикладывает Тодд И какие мышцы задействует Компьютерный анализ записи показывает Что самое главное здесь Тонкие движения запястья Разработка такой техники требует ума Значит, Гомоэректус умел думать Делая инструменты самостоятельно, Тодд узнал то, о чем не могут сказать древние кости Например, число решений, которые прото-человек принимал с каждым ударом камня Силу ударов Их угол Все это факторы, которые надо учитывать Во время изготовления сложного каменного инструмента Принимаются тысячи решений Удивительно, что наши предки были на это способны Это может добавить к данным раскопок много информации об их эволюции и развитии интеллекта Тодд знает, что Гомоэректус мог решать задачи Это еще одна черта современного человека Но насколько эффективны орудия труда Это можно понять, только сравнив инструменты Гомоэректуса с нашими В Спенсере, штат Индиана, легко провести такой эксперимент Стивен и Льюис Фендер – братья мясники Они пользуются только самыми острыми ножами Современным ножом можно разделать молодого вола всего за один час Но сейчас мясники заглянут в прошлое На миллион лет назад И испытают каменные орудия Гомоэректуса Что же они скажут? Братья еще никогда не пользовались каменными инструментами Они быстро понимают, что у примитивного человека орудия труда были не хуже Каменный нож режет почти так же хорошо, как современный металлический Смотрите, как он режет мясо Но без привычных рукояток такое орудие труда использовать сложно Осторожно Это можно было дать ручному саблезумному тигру Разделка идет в четверо дольше, чем с остальным ножом Но все же туша разделана на совесть У нас получилось Каков же вердикт? Человек прямоходящий имел хорошее орудие труда И это заметно сказалось на нем За два миллиона лет Мозг Гомоэректуса увеличился на 20% Но даже с большим мозгом и орудиями труда Он проиграл битву за выживание На равнинах Африки прото-человек жил в постоянном страхе диких зверей И пожаров Как же Гомоэректус смог повернуть одного своего врага против другого? Почти два миллиона лет назад у представителей вида человек прямоходящий были человеческие свойства Больший мозг, чем у предшественников И развивающийся интеллект Но хватит ли этого, чтобы выделить его из всего животного царства? Некоторые ученые думают, что хватит Доказательство в том, как наш предок использовал интеллект В битве за выживание Но что если битва была неравной, а успех почти невозможен? Что если у противника длинные зубы? Он может убить одним укусом и опережает вас в беге Таков леопард, основной враг Гомоэректуса Ужасную силу леопарда хорошо понимает Брайан Джонс Он спасает леопардов и приучает к жизни в природе Я считаю их самыми опасными животными Африки Леопард нетерпелив Он может броситься Такие звери всегда были угрозой для людей С этими хищниками не стоило связываться ни нам, ни нашим предкам Смерть от их лап и зубов может быть ужасной Когда леопард нападает Он может одной передней лапой снять с человека скальп А задними лапами вцепиться в живот и порвать его Нашим далеким предкам нужно было найти средства защиты от леопардов Чтобы не стать для них пищей Иначе они были беззащитны Доктор Фрэнсис Теккери из музея Трансвааля в Притории, Южная Африка Нашел доказательства этого в пещерной системе Мы обнаружили черепа обезьян и людей Вот в этом две дырки Расстояние между ними соответствует расстоянию между клыками леопарда Таким образом, очевидно, что этого древнего человека убил леопард Смерть от когтей и зубов леопарда была действительно ужасной Гомоэректус жил в постоянном страхе нападения Обогнать животное или выстоять в битве с ним он не мог Но одно преимущество перед зверями у него было Это большой мозг С его помощью человек мог совершить нечто потрясающее Научившись управляться с огнем Он получил бы возможность отпугнуть леопарда Но есть ли свидетельство того, что человек прямоходящий умел управлять огнем? Экерей считает, что есть Гомоэректус использовал в пещерах огонь Для тепла и приготовления пищи Здесь были найдены обожженные кости животных Им миллион лет На некоторых из них белые отметины Значит, их обжигали при высокой температуре Текерей считает, что это показатель стремления Гомоэректуса Контролировать окружающую среду Это свойство человека Но чтобы это доказать Текерей должен исключить возможность обжига костей При естественных условиях В Южной Африке бьет молния И буш загорается Пожар не остановить Во времена человека прямоходящего пожары Были такими же сильными Возможно, кости, найденные в пещере Были обожжены не в костре и не на очаге А в лесном пожаре Для того, чтобы это узнать Мы просим помощи Криса Остина Его работа — бороться с такими Быстро развивающимися пожарами в Буше От пожара при сильном ветре Не спастись даже на машине Остин знает, что в таких пожарах Гибнет много зверей Но хватит ли температуры пламени Чтобы оставить на костях белые метки Чтобы это выяснить Остин оставляет тушу антилопы На пути огня Эхо-2 прием На следующий день он возвращается к туше Она обожжена Но насколько сильно Кости обуглились Но выглядят не так, как кости из пещеры Часть костей из пещеры Была обожжена так сильно Что приобрела белый цвет Такой высокой температуры Может достичь только стационарный огонь Теперь ясно Что эти кости побывали Не в огне пожара Их обжигали В контролируемых условиях В пределах пещеры Теккери считает Что разводить огонь Гомоэректус не умел Но вот принести с пожара Гомоэректус Гомоэректус не умел Он вполне мог И это уже изменило бы его мир С помощью огня Он мог готовить пищу Отапливать жилища зимой И, что очень важно Отпугивать врагов Это было громадное достижение Такого не добивалось Ни одно живое существо на Земле Эхо этого события Разнеслось на тысячелетия Контроль над использованием огня Начало технологического развития Без этого у нас Не было бы ракеты И мы не смогли бы полететь на Луну Так что использование огня Представляет первый шаг В длинном ряду Достижений человечества Если человек прямоходящий Имел такие черты То сильно ли он Отличается от современных людей Нам будет легче понять это Сравнив представителей двух видов А значит Гомоэректуса придется Воссоздать Для этого мы прибегнем к помощи Актера Майка Хэммондон Он хорошо сложен Силен Ловок И, конечно, способен Ходить на двух ногах Но для воплощения образа Ему понадобится немного Голливудской магии Какими же данными будут Пользоваться наши гримеры Размеры костей Гомоэректуса Найденных в Африке Говорят о том Что рост взрослого Достигал двух метров Нелегкая жизнь Сделала древнего человека Сильным и ловким Из использования орудий труда Мы можем заключить Что руки древнего человека Были ловкими Как у нас Научные исследования Также говорят о том Что он мог ходить На двух ногах Для начала Надо изготовить маску Чтобы Майк Хэммонд Выглядел как древний человек Голова Гомоэректуса Больше, чем у его предшественников Специалисты по спецэффектам Должны сделать ее Размером с две трети нашей Видно, что пропорции Тела Гомоэректуса Больше напоминают наши Наверное, рядом с ним Будет приятнее находиться И даже говорить с ним Но правда ли людям Будет приятно общаться С существом из прошлого Преображение завершилось Гомоэректус Готов предстать перед публикой Примут ли его жители Лос-Анджелеса за обезьяну Или за актера Голливуда У него обезьянья морда Настоящий Гомоэректус Ходил без одежды Но, чтобы не смущать людей Хэммонд вышел в набедренной повязке На него обращают Не так много внимания Но это все-таки Лос-Анджелес Мозг человека прямоходящего Развился под действием белков Это существо способно общаться Но языком не владеет Но скоро Гомоэректус Начинает получать отзывы получше Он выглядит как человек Его волосы Да, он волосатый Просто шерстяной Один мой бывший парень Был на него похож Гомоэректус вымер 50 миллионов лет назад Как и Афоренсис Человеком он не стал Но его достижения живут Мы до сих пор изготавливаем Орудия труда И управляем огнем Но у Гомоэректуса Не было истины человеческих черт Большого мозга Способности к творчеству И решению задач Все это присутствует У мудреца животного царства Раннего Гомо-сапиенса Но гарантирует ли принадлежность К этому виду Обладание характеристиками человека Является ли ранний человек Разумный человеком В полном смысле этого слова Есть ли у него то Что позволило нам достичь Нынешнего уровня В ходе нашего исследования Того, что делает людей людьми Мы рассмотрели Австралопитека Который ходил на двух ногах И Гомоэректуса Который использовал Свой увеличенный мозг Для изготовления инструментов И понимания того Как обращаться с огнем Австралопитекус Афоренсис И Гомоэректус Обладают человеческими чертами Однако у них нет свойств Которые определяют нас Как современных людей Чтобы понять Что это за свойства Пора обратиться К нашему собственному виду Гомо-сапиенс В переводе с латыни Это название означает Человек разумный Одна из ключевых Его характеристик Большой мозг Он больше, чем у Австралопитека И Гомоэректуса Вместе взятых Именно размеры мозга Позволили нам Добиться столь многого За миллионы лет Прямохождения Использование рук И употребление в пищу Мяса Мозг наших предков Эволюционировал Он становился больше Первый человек разумный Появился в Африке Почти 200 миллионов лет назад Но были ли у него черты Свойственные людям Доктор Либергер Сомневается в этом Древние Гомо-сапиенс Это сложная тема 200 тысяч лет Немного с точки зрения эволюции Но древние люди Еще не мы Ученые считают Что принадлежать к виду Гомо-сапиенс Еще не значит Быть человеком Но в чем же разница Между нами И нашими предками Доктор Спенсер Уэллс Генетик Работает в Вашингтоне Он считает Что для человека Определяющим Является творчество Для меня человек Это его творческие способности Мы можем представить То, чего еще нет И воплотить это в жизнь Я полагаю Что в понятие творчества Входит язык Наш мозг Полностью определяет Наши действия Это единственный инструмент Которым владеет наш вид Он позволяет нам Адаптироваться К сложным условиям Причем Довольно быстро Но всегда ли наш вид Владел таким Творческим воображением? Пока нет данных о том Что ранний Гомо Сапиенс Имел способности К творчеству Его инструменты Все еще примитивны Он не делает Ни керамики Ни наскальных росписей Если у него есть язык То он Примитивен Эти человекоподобные создания Готовились стать людьми Они во многом похожи на нас Но еще Не являются Современными людьми Но вот Произошло нечто удивительное 60 тысяч лет назад Гомо Сапиенс Изменился Он обрел способность Говорить Творить И изменять окружающий мир Изменились орудия труда Которые делали люди Появились зачатки искусства А возможный язык Расцветали творческие способности Антропологи Называют это Большой скачок Это переход От примитивной культуры К тому Что можно назвать Современным человеком Но что же заставило Гомо Сапиенса Совершить этот переход? Что могло так ускорить Прогресс человечества Что всего за 75 миллионов лет Мы из примитивных пещерных людей Превратились в самый сильный вид Родной планеты Возможно Произошла катастрофа В результате которой Самые способные Умные И творческие Особи Адаптировались И выжили Но Что это было? Чтобы это понять Нам придется Отправиться В прошлое Возможно Превращение Древних людей В современных Результат Извержения Вулкана 74 тысячи лет назад Произошло Извержение Громадного Вулкана В Индонезии Оно имело Катастрофические Последствия За следующую Тысячу лет Климат мира Изменился До неузнаваемости Температура Падает Европа И часть Китая Становятся Необитаемы Вскоре Начинается Каменный Век В Африке В Африке Почти не похолодало Но Стало Гораздо Суше Есть свидетельство Того Что большие Участки Саван В которых Люди Привыкли Жить Высыхали Превращались В пустыни Воды И пища Тоже Становилось Меньше Ученые Считают Что популяция Гомо-сапиенса На земле Опасно Сократилась Она стала Меньше Численности Многих Вымирающих Видов Можно предположить Что ее численность Составила Несколько тысяч Индивидов Возможно Одну Или две Ученые Назвали Это Кризис Популяции Сокращение Разнообразия Человеческой Расы Изменение Климата Могло Убить Людей Но Оно Сформировало Человечество Те Кто смог Выжить Полностью Изменились Они Стали По-другому Делать Инструменты Появилось Искусство Возможно Тогда же Появился И современный Синтаксический Язык То есть Современный Человек Появился Именно Тогда Выжили Именно Те Кто Оказался Достаточно Умен Первые Проявления Творческих Способностей Появились После Извержения Вулкана Нашему Искусству 40 тысяч Лет Ранние Его проявления Демонстрируют Что люди Не только Думали Творчески Они Передавали Эти мысли Ученые Считают Что они Пользовались Языком Появились Также Первые Погребения Они Указывают На наличие Символизма И духовной Жизни Ученые Убеждены Что именно Пережившие Популяционный Кризис Проявили Человеческие Качества Думаю Именно Тогда Наши Предки Стали Современными Людьми Современные Люди Появились 50-60 Тысяч Лет Назад Это Было Важное Событие Ходить На двух Ногах Делать Орудия Труда И управлять Огнем Могли И другие Существа Но Наши Предки Пошли Гораздо Дальше Они Думали О будущем Планировали Общались И таким Образом Поднялись Над остальными Жителями Земли Появился Современный Человек Но Где И когда Это Случилось Чтобы Ответить На эти Вопросы Спенсер Уэллс Обратился К генетическим Данам Которые Хранятся У нас Все люди Носят С собой Историческую Книгу Она Зашифрована В нашей Крови И в клетках Тела В поисках Секретов Прошлого Уэллс Объехал Мир Он Искал Наиболее Изолированные Сообщества Он собирает Образцы Крови И изучает Их Структуру ДНК Он ищет Микроскопические Изменения Генетического Кода Мутации Они Происходят При ошибках Копирования Когда ДНК Передается Следующему Поколению За Несколько Поколений Мутации Накапливаются Их Можно Использовать Как молекулярные Часы Так Генетики Определяют Возраст Вида Анализируя Собранные Образцы ДНК Уэллс И его Коллеги Сделали Потрясающее Открытие Оказывается У всех Людей Есть Общий Предок Мы Все Происходим От одного Человека Пережившего Кризис Популяции Он Жил 60 Тысяч Лет Назад Еще Более Удивительно То Что Генетики Могут Восстановить Внешний Вид Наших Предков Исходя Из Генетических Данных Собранных По всему Миру Ученые Нашли Самое Древнее Племя На Планете Уэлс Опять Отправляется В Африку Колыбель Человечества Он Должен Встретиться С народом Сан Что живет В пустыне Калахари ДНК Представителей Этого Народа Говорит О том Что Они Самые Прямые Потомки Тех Нескольких Тысяч Гомо Сапиенс Которые Пережили Эволюционный Кризис У каждого из нас В крови секрет Можно сказать Что в нас Вся наша родословная Я очень рад Что могу Встретиться Здесь Со своими Дальними Родственниками Признаки Того Что Сан Самое Древнее Племя Видны На лицах Его Представителей В их Чертах Следы Черт Многих Земных Рас Высокие Скулы Монголоидов Форма Глаз Жителей Восточной Азии Смуглая Кожа Которая Может быть Темнее Или Светлее Что Еще Более Важный Их Облик Отголосок Того Как Выглядели Первые Современные Люди Пережившие Кризис Популяции Из этой Генетической Базы Возникли Творческие Способности Человека Изменившие Весь Мир Две Тысячи Человек Пережившие Популяционный Кризис Могли Исчезнуть С лица Земли Но Они Стали Первыми Современными Людьми А Их Потомки Заселили Весь Земной Шар Шесть Миллиардов Все Население Земли Является Потомками Тех Самых Первых Людей Развитие Человеческих Свойств Заняло Более Четырех Миллионов Лет За это Время Наши Предшественники Научились Ходить На двух Ногах Делать Инструменты Сражаться С хищниками Изменять Мир Вокруг Себя И Выживать В природных Катастрофах Извержение Древнего Вулкана Привело Наш вид На грань Вымирания Но оно же Сформировало Его У людей Появились Творческие Способности И это Изменение Отметило Новый Этап В долгой Эволюционной Эстафете Именно Возможность Творить Отличает Нас От представителей Животного Мира Режиссер Автор Сценария Сюзанна Варт Продюсер Сериала Роберт Стрэндж На русский Язык Фильм Озвучен По заказу Телеагентства Русский Репортаж Редактор субтитров Корректор А.Кулакова